Друзья, всем привет! Сегодня я к вам с новым трендом. Будем готовить с вами кейк ту гоу, что значит торт с собой или простыми словами торт в стакане. Такой вариант порционного торта ворвался в кондитерскую жизнь не менее резко, чем нашумевшие бента торты и уже вовсю набирают популярность. Название говорит само за себя, такой торт очень удобно брать с собой, можно даже в сумку поставить. Смотрится оригинально, нестандартно. Сверху можно делать любые надписи, а сколько всего может быть внутри. У меня было огромное количество идей, я думала вообще ни на какой не остановлюсь, но в итоге я сделала два разных и очень вкусных тортика. Один супер шоколадный с вишней, а другой фисташковый с муссом. Давайте перейдем к приготовлению и посмотрим, как же собрать торт в стакане. Начнем с заготовки крема и здесь будет очень вкусный взбитый ганаш. Темный шоколад нужно аккуратно растопить, а в это время нагреть сливки. Шоколад я распускаю в микроволновке короткими импульсами. В растопленный шоколад вливаем горячие сливки и хорошо перемешиваем. Затем массу нужно объединить погружным блендером. Удобнее это делать в глубоком стакане, чтобы было меньше пузырей. И затем массу накрываем пищевой пленкой в контакт с поверхностью и убираем в холодильник минимум на 8 часов. Поэтому удобнее приготовить эту заготовку накануне и вместе с ней можно сделать вишневую начинку. А здесь все ингредиенты нам нужно вместе соединить в сотейники. Это вишня, сахар и кукурузный крахмал. Перемешать и отправить на плиту. К вишне я добавила немного брусники, получился очень интересный вкус. Но конечно можно брать только вишню. Итак, на плите постоянно перемешивая, нам нужно массу довести до кипения. И после кипения уварить до загустения примерно пару минут. Сначала вишня пустит много сока, но после кипения крахмал сработает и начинка загустеет. Вот такой она должна получиться. Перекладываем начинку в чистую посуду, накрываем ее пищевой пленкой в контакт и оставляем до остывания, а затем до охлаждения. Можно ее оставить вместе с ганашем до утра. На следующий день удобно начать печь бисквиты и сразу собирать торты в стакане. Итак, начнем с очень вкусного фисташкового бисквита. Для него сначала нам нужно просеять сухие ингредиенты, муку и разрыхлитель и хорошо их перемешать венчиком. Затем в сотейнике нам нужно соединить молоко, сливочное масло и фисташковую пасту комнатной температуры. Все это вместе отправить на плиту и надо массу хорошо нагреть практически до кипения и до полного растворения масла и пасты. И пока масса нагревается, подготовим яйца. Яйца начинаем взбивать на невысокой скорости миксера до появления легкой пены и до объединения белка с желтком. Затем, не прекращая взбивание, начинаем постепенно подсыпать сахар. Когда весь сахар добавим, скорость миксера можно увеличить и нужно будет очень хорошо взбить массу. Она должна стать пышной, сильно увеличится в объеме и посветлеть. Сахар должен полностью раствориться. Вот обратите внимание, как всего из двух яиц в результате увеличилась масса, какой пышной, объемной и светлой она получилась. Теперь ко взбитой яичной массе добавляем просеянные сухие ингредиенты и миксер уже убираем. При помощи лопатки аккуратно вмешиваем сухие ингредиенты. Делаем это быстро, но аккуратно, чтобы масса не теряла свой объем. К этому времени наша молочная смесь только-только начинает закипать. Масло и паста полностью разошлись в молоке. Сразу же снимаем массу с плиты и вливаем ее в наше тесто. И теперь перемешиваем тесто. Молочная смесь под своей тяжестью опускается на дно, поэтому важно лопаткой постоянно проходиться по дну, чтобы массу поднимать. И в результате тесто должно получиться однородным, но при этом оно должно остаться воздушным. То есть не нужно мешать слишком агрессивно, нужно перемешать максимально быстро, но аккуратно. Вот такое получается тесто и будем его сразу выпекать. Тесто выпекаем на противне, застеленном пергаментной бумагой. Стараемся распределить тесто равномерной толщиной по всей площади. Духовка обязательно должна быть заранее разогретой. Температура выпечки 170 градусов. И выпекать такой бисквит быстро, примерно минут 15. Но ориентируйтесь по особенностям своей духовки. На готовность проверяем деревянной шпажкой. Вот таким получился бисквит. Он безумно ароматный. Сразу же его на пергаментном листе переносим на стол с противня. Переворачиваем его вверх дном, чтобы от дна отделить бумагу. И в таком виде оставляем его остывать. И пока фисташковый бисквит остывает, мы приготовим шоколадный бисквит. Также начинаем с просеивания сухих ингредиентов. Здесь у нас мука, какао и разрыхлитель. Просеиваем, хорошо перемешиваем венчиком, чтобы они между собой объединились. Пока отставляем в сторону. Далее нам также, как в фисташковом бисквите, яйца нужно взбить вместе с сахаром в пышную, объемную, светлую массу. Сахар должен полностью раствориться. Также начинаем взбивать яйца на невысокой скорости миксера. Затем постепенно добавляем сахар и взбиваем массу. Затем ко взбитой яичной массе добавляем молоко комнатной температуры и растительное масло без запаха. И при помощи лопатки, доставая лопаткой до дна чаши, перемешиваем массу. Далее добавляем просеянные сухие ингредиенты и при помощи лопатки перемешиваем до получения однородного теста. Перемешиваем также максимально быстро, но аккуратно и бережно. Вот таким однородным должно получиться тесто. Также сразу же его выпекаем на таком же противне. Также стараемся его распределить максимально равномерной толщиной по всей поверхности. Здесь температура выпечки 180 градусов. Бисквит такой выпекается немного быстрее, примерно 12 минут. На готовность также проверяем деревянной шпажкой. Готовый бисквит также сразу же снимаем с противня, переворачиваем его, чтобы со дна снять бумагу и также оставляем остывать. Собирать будем тортики в одноразовых стаканах объемом 250 миллилитров. Купить их можно в отделах с одноразовой посудой. Для вырезания бисквитов я использовала вырубки из набора для печенья и кольцо для тартов. Нужно выбрать три подходящих диаметра для донышка, середины и верха. Как вариант, можно вырезать круги из картона или бумаги, которые будут трафаретами и по ним вырезать бисквиты ножом. И когда бисквиты остыли, нарезаем их. Из каждого бисквита у меня получилось по 4 полноценных набора, то есть из каждого бисквита получится по 4 торта в стакане. Посмотрите, какими получились бисквитики, они очень нежные, воздушные, очень ароматные и очень вкусные. Кстати, что делать с обрезками бисквитов? Из фисташкового бисквита можно приготовить очень вкусные кейк-попсы из кимо, а из шоколадного современная пирожная картошка. Тоже очень вкусная. Оба рецепта есть на моем канале, ссылки на них я оставлю в описании. Теперь доделываем наш крем. После стабилизации в холодильнике он вот так охладился. И теперь все, что нам нужно, это взбить его в пышный устойчивый крем. Начинаем его взбивать на невысокой скорости миксера. Постепенно ее увеличиваем и взбиваем до вот такого загустения и пышного устойчивого состояния. Здесь очень важно крем не перевзбить, вовремя остановиться, иначе крем может начать расслаиваться. Вот таким получается взбитый ганаш. Он нереально вкусный. Для удобства перекладываем его в кондитерский мешок и будем собирать наши первые тортики в стакане. Это будут шоколадные с вишней. Вишневая начинка хорошо охладилась. Перед сборкой тортиков ее нужно перемешать. Итак, на бисквит я выкладывала вишневую начинку, чтобы она немного пропитывала бисквит. И сверху выкладывала слой крема. И получился как обычный тортик. Три бисквита и две прослойки крема с начинкой. Тортики я собирала по всей высоте стакана. И последний бисквит покрывала тонким слоем крема. И вот такие тортики у меня получились. Теперь приготовим мусс для фисташкового тортика. Итак, начнем с замачивания желатина. Замачиваем его в холодной воде. Хорошо перемешиваем и оставляем для набухания. Теперь подготовим сливки. Будем их взбивать. Перед взбиванием сливки должны быть очень хорошо охлажденными. У них должна быть жирность 33-35%. Начинаем взбивать сливки на невысокой скорости миксера. Постепенно ее можно увеличить до средней. И взбиваем сливки до полувзбитого состояния или до мягких пиков. То есть сливки увеличатся в объеме, станут пышными, но при этом они останутся нежными и мягкими. Вот такими должны получиться сливки. Теперь нам нужно растопить белый шоколад. Белый шоколад легче всего перегревается, поэтому нагревать его нужно аккуратно, импульсно в микроволновке, секунд по 10-15, каждый раз его перемешиваем. К растопленному шоколаду добавляем сливочное масло комнатной температуры и перемешиваем до объединения. Желатин к этому времени набух. Теперь его нужно распустить, то есть нагреть, чтобы он стал вот таким жидким и добавить к шоколадной массе. Нагревать желатин удобно в микроволновке, буквально 5-10 секунд ему достаточно. Хорошо перемешиваем шоколад с желатином. Получится вот такая однородная тягучая масса и когда ее температура будет примерно 35 градусов, добавляем к ней сливки и сразу же очень быстро лопаткой начинаем перемешивать. Желатин от контакта с холодными сливками начинает быстро схватываться, поэтому нужно успеть его перемешать, чтобы он равномерно распределился в муссе. Вот таким получился мусс, он очень вкусный и будем сразу же собирать с ним тортики. Здесь сборка простая очень, чередуем бисквит с муссом, самое главное здесь примерно рассчитать, чтобы слой мусса и слой бисквита были одинаковыми. Верхние бисквиты также закрываем слоем мусса и вот такие тортики у меня получились. На таких ровных поверхностях очень удобно делать различные поздравительные надписи, но надписи не моя сильная сторона, поэтому у меня была вот такая шоколадная стружка и я выложила из нее цветочки. И вот такие тортики у меня получились. Стаканы я ставила вот в такие коробки на два капкейка, мне очень понравилось как в них смотрится, но можно использовать и специальные картонные подставки. Также как и к бенто тортам, к торту в стакане классно положить в комплект деревянную ложечку. И вот такие классные тортики получаются. Кстати, крышки часто продаются отдельно от стаканов. Мне правда очень понравилась такая идея, помимо того, что это действительно удобно. Также это огромнейший простор для творчества, можно сделать самые разнообразные торты, большое количество. И посмотрите, какие тортики внутри красивые получились. И правда, обе начинки очень-очень вкусные. Друзья, я надеюсь, что вы вдохновитесь. Я как всегда благодарю вас всех за внимание. Оставайтесь со мной на связи. До новых встреч!